Так. Далее. Позиция сидя и особые элементы для равного управления, которые были в высоком уровне. Итак, оценка. Первое. Человек здоровый, чтобы ничего не было сломано и не было проблем. Значит, с точки зрения физиологии это очень все несложно понять. Это так называемые 16 скручиваний или движения архата в ту или иную сторону. Соответственно, каждая чакра работает на уровне сознания, и воздействие на нее высвобождается та или иная энергия. Человек, которым он делает массаж, в этот момент, что должен быть полностью абстрагироваться от происходящего и, как правило, он уходит в пространство. То есть в состояние настолько хорошего, что он уже не в последний период стал. Что это для мужчины? Ну, не знаю, пространство. Сила скручивания на предпороговом уровне. Какой порог? Порог болевой чувствительности. То есть если человек теряет сознание, это плохо. Но когда он исчеряет боль, он не острую, но достаточно, так сказать, тревожную. Это тот уровень, с которым вы должны работать. Почему? Потому что в этот момент скручиванием в мозг идет огромное количество информации. Паттерны образуются. Или паттерны, правильно по-английски. Это английское слово. Не латинское. Не латинское. Паттерны заставляют что? Мозг активировать энергию. После чего должно произойти некое действие. То есть ответ. Какой ответ? Ящерица, она сваливает. А человек лежит, он ничего не делает. Возникает эффект гуританового осла. Что произошло со словом? Голубой. Он умер. Он просто упал. Он зашли. И он упал. Чем не единый. Он падал. И лошади, и горблюда, и слоны там бегали, попали. Все падали. То есть это здесь. Вот с умом каждого, кому делают массаж, происходит эта гурдяная ситуация. Когда ядра активировались, а действия нет. И что происходит? То есть миль, сотни миллиардов. Это будет гораздо больше паттернов. То есть каждый нейрон имеет до тысячи отростов. Каждый отрост от нейрона соединяет другие нейроны и образует паттерны. Он забирает им энергию. Если есть соединение синаптическое, выделяется энергией, она проводит электрический ток. Самый грубый физик. Что в этот момент происходит? Потеря нашей энергии. Нам же не нужно вспоминать, как в третьем... Даже на уровне песочницы кто-то отобрал нашу машинку. А информация осталась. Вы думаете, что она никуда не делась? Если делать дезерпрацию, то можно с потребностями. Это может быть и 4-5 часов. Понимаете, да? После этого надо что? Ложиться в баню. Ну, под баней подразумевается парная или огромная бочка, или деревянная... Ого. Да. И отпариваться. Восстанавливая силы. Вот это будет, так сказать, окончательный протокол. Итак. Значит, вдох, задержка, выдох, наш шаг. Когда мы работаем с одним элементом долга, но все равно... Как вы узнаете, что он человек пред... Порога волевой... Четвертость находит. Потому что он уже потерял сознание и отрубился. А вы там что-то ими делаете? Бестолку. Это уже бестолку. Значит, по поводу определенных связок. Возникают сразу этические вопросы. Это не вопрос от так называемых голых массажеров в Таиланде. Там порнография. Надо думать, да? Здесь определенные моменты связывания, которые... Ну, вы поймете, политические моменты. Вы поймете. 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 Да, да. Поэтому иметь маленькую подушечку или коврик надо. Чтобы, так сказать, ваши гениталии в момент соприкосновения не вызывали хихи со стороны пацанов. Человек, который лежит, его уже не до хихи будет, поверьте. Вам, в принципе, тоже. Скоро. Немного. А вот заглядайте, а не мухи. Если что. И говорите, а вы были в Таиланде. Мы знаем. Каждый их массаж заканчивается минетом. Ха-ха-ха. Нифига там нету. Там просто ничего в Таиланде нету. Вы поезжайте на Пхукет и посмотрите. Там какое-то дело. Они даже не знают, что такое массаж. Так, поняли, да? Обязательно в китайском массаже есть прохождение позвоночника. Именно в той позиции, которую Хуинадзин показывал. Веточка медиальная с представительством органов вдоль ее каждого. Именно в этом массаже это наиболее при скручении. То есть, когда энергии из органов ушли, вы начинаете воздействовать на них. Но, повторяю, каждый элемент будет дополнительно плюс 20 минут. Плюс 20 минут. Отдельно ступни. Отдельно руки, лицо, волосы. То есть, посчитаем вообще, 6 часов его делать надо. Вот так, в идеале. Вот как вы думаете, можно вообще это делать? Да, покушать хорошо перед этим. Ха-ха-ха. Тоже не кусать, чтобы... Вы пофиг, да? В Китае не обращают внимание на одежду. У меня работа чистая и свежая. Очень скромная. То есть, мы не ерзаем, не перепрыгиваем. Поступательно двигаемся. Что я делаю? Прямой рукой раздвигаю. Первое движение раздвинули. Это уже массаж. Если больно, соответственно, вы не кричите. Пальчиком показываете. Это наружным мышцам крик. Смотрите. Помогательное движение. Мы проходим центральную часть стопы. Нажатием большого пальца. Это дополнительный массаж. Для чего? Он успокаивает. Один из механизмов работы. Мы совершаем болевое скручивание. Ослабляем. Расслабляющий массаж. Успокаивающий вот эти паттерны. А потом опять еще более жестко. А потом опять ослабили. А потом опять еще жестче скручивали. И так будет по усилению, по усилению, по усилению. Поняли, да? Соответственно, вот это первое сделали. Промассировали стопу. Мозг получил болевой сигнал. И компенсацию удалось. Дальше что мы сделали? После любого скручивания. Мы же не знаем, может быть. Кстати, судороги. Это крайне неприятно для вас. Что делать? Уже ничего не сделали. Надо продолжать работать. Чтобы этого не было, мы расслабляем. Так, не чуть-чуть просто на себя сдернули. Человек уже стало лучше. И внутрь. Ну вот, уже видно, что, допустим, у нашей девушки ножки не совсем хорошо гнутся. Значит, много. Что классическое врачу скажет? Сложение солей, возраст уже не 16 и тому подобное. Это все эмоции. Хоть ей 90 лет будет. Она должна гнуться, как форостинка. Здесь эмоции. Это жизнь. Значит, поняли. Первое. Второе. Руки, естественно, мы от тела стараемся не терять контакта. Далее. Смотрите. Захват лапорезьяны. И опять мои руки прямые. Я тело вдавлю с огромным усилием на нее. То есть тяжесть всю не экономия от веса. На нее сухожилие какое работает? Эхилес. Сейчас эхилес. Сделали это. Освободили. Подтянули. И на середину стопы. Жмем. Поэтому должно быть нахтое основание. Пятка. Сейчас это немножко болезненное упирание. Но здесь огромное количество. Маленькие связанные с ухажением. И на самом деле они все разминают. Сделали. Опять. Вы попомните. Только каковы. 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 Это единственный метод в России запоминания. Водкой каковы. Больше ничего. Больше. Дальше. Далее. Видите, я ее держу. Эту отпустил. Подхватил ее. И притянулся. Ногу при этом. Вы расслаблены. Мне не помогает. Человек не помогает. Он отдыхает. Поставили. Мягко. Мягко попу подтянули. Зафиксировали. Видите. То есть у меня там, то есть у меня будет смолить? Нет. Сейчас фраточка снизит плеч. Это один. И два. Так. Теперь у нас есть возможность доработать стопы. Это в кавычках. Это не в протоколе основном. Как? Мы просто под стопы подносим. И вот так вот сделаем. Но если это потребуется. Ну если потребуется. Основная активность идет на мышцы. Здесь мы отрабатываем мышцы пальцем. То есть мы силу можно применять. А вы можете применять в этом массаже любые известные вам техники массажных движений. Те же китайцы могут применять допустим вплоть там до палочек различных. Буаша. По барабану с чем вы работаете. Главное чтобы был правильный эффект. Вот. Но с каждым инструментом должна быть отдельно приведена беседа. Если вы принимаете там нефритовый палец. Вы себе решили получить. Или там клык какого-нибудь экзотического животного. С ним надо тоже в плыть отдельно работать. Что угодно раз. Первое. Второе. Захват ковшом. Зажали. И опять же пошли сверху вниз. И вверх. Третье движение. Усложнение второго. Ротация. Зажали. Заметно. Зажали. Повернули. Отпустили. Зажали. Третье. Вот так вот с ротацией. Мы опускаем. Это уже будет расслабляющее решение. После любого болезненного действия вы должны мягонько. Для глухих повторяем. Мягонько расслабить мышцы. Дать поток любви и сострадания. Это крайне важно. Это не цинично. Это важно. Не теряя контакт. Переходим. На переднюю поверхность бедра. И здесь мы просто готовим. Мы здесь ничего не делаем. Не обязательно массаж носит чисто болевое воздействие. Он должен быть очень мягким и подготавливать. Здесь было больно. А здесь мы просто вот так. Подожимали. На самом деле здесь сильно нажать мужчине. У него будет очень больно. Поэтому не стремимся пока делать. Размяли. И вот кстати говоря по поводу одежды. Всегда должна быть хлопчатая бумажная одежда. Наш шамак здесь. Мне сейчас она толстая. Кто-то не захотел тащить много вещей. С длинным рукавом обязательно у массажиста. И также человек должен быть во всей одежде. Почему? Никаких голых мест. Потому что если будет голое тело. Никаких разогревательных не получится мероприятий. Когда у тебя есть одежда. Ты это делаешь легко. А главный эффект какой? С теплом. Вот. Сразу же. В общем-то ты сделал еще несколько движений. Так. Сделали. Подтянулись. Потянулись. И под коленку ушли. Дальше идет отрыв попы к земле. Силой тяжести своего тела потянули. Ничего. Вот вы вытягиваете сустав. Вы готовите связку тазобедренного сустава к работе. Попа вам чуть-чуть приподнялась. Вдох. Сзади. Не-не. Не рывком. Да. Вы не делаете никаких упражнений рывком. Вы делаете всегда мягко. Если вы не смогли довершить его до конца. Вы на исходную позицию уходите. Вдыхаете. Задержка. Делаете. Вот когда вы вздыхание делаете. У вас меньше будет косяков. Но не делайте. Вот эту. Выдергиваем. Разбалансируем все. Дай бог там бабушка. А у нее головка вставлена была. Неоответственно чем. Или когда. Вообще будет проблема. Она будет. И сделаем вот такое скручивание. Опять же. Лениво. Не напрягаясь. Расслабляйся. Выдыхай. Когда человеку плохо. Мы вот так вот делаем. Выдыхаем. Лучше. Мы можем либо усилить эффект скручивания. Да. Грозданочка. Вам пора. Что мы сделали. Здесь находятся очень мощные связки. Держущее тело. Нужно очень хорошо размять. Это пока предварительное разминание. болевое. А направление колено в тричь. Да. Вот оно идет. Раз направление. Два направления. Три. Основные направления всегда три. Отпустили. Теперь. После того что. Мы дали. Болевую нагрузку. Мы должны. Отдохнуть. Запомните. Вы нас заговорили. Главное. Массажи. Это чтобы массажист отдыхал. Потому что отдаешь энергию. Если будешь собирать ее. Вот. Пока. Палкой. Не отходит. По голове. Преподаватель. Человек не понимает. Насколько. Важна защита. Ведь. Главное. Не нагать себе. Ты не поможешь человеку. Никогда. Но себе. Ты нагатишь конкретно. Поэтому. Либо не берись. Либо делай все правильно. Не напрягайся. И защищайся. Положили на ногу. Себе. И делаем вид, что мы массируем ее. Ей приятно. Да? А мы отдыхаем. Просто отдыхаем. Надо иметь хорошие связки. Разработанные. Чтобы это не напрягало сиденья на своей заднице. Это как называется позиция? Сверхоз. Правильно. Сделали. Теперь. Руки, пожалуйста. Держите. Вообще. Должны. Как можно шире. Всегда держать. Чтобы не ограничило наше движение. Теперь. Расслабление тазобедренных связок. Мы их делаем очень легко. Раскрытие полное. То есть. Колено до пола. В одну сторону. Видите что? Я держу. Вот. Подхватил. И положил. Фиксирую. И вот началось движение. Видите? Не торопясь. Раз. Два. Три. Сделали. В другую сторону. Сделали в одну. Столько же в другую. Вы должны спросить. А три или четыре? Да хоть пять. Никого это не волнует. Сделали. И установили трапезу. Теперь вы даете опять нагрузку на трапезы. Смотрите. Рука не оторвает. Пошла. Пошла. Вот сюда. Что это такое? Греб. Да. Греб. Греб. Подзорные кости. Да. Болезненные. Поэтому мы берем руку ковшечком. И подняв благородную задницу, весом раскрываем. Воскрыли. Больно. Больно вот здесь. Не здесь. Вот здесь больно. 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 Ну и партнерное тоже дает. По коленам. По коленам да. По коленам да. Так. Сделали недолго один. Вдох. Задержка. Выдох. Руку от тела не оторваем. Ставим вот сюда. Сделали. Покачали. Расслабили. Расслабили. Теперь. Весом тела. Захватом руки и микроныжной мышцы. Мы просто выжимаем. О. Обычно это больно. У человека. Но на тело. На женщину. На руке. Сделали. Прохождение верхних. У него ножка маленькая. У мужика может она быть длинная. Большая. Поэтому тут. Ходи и ходи. Вверх назад. Это время. Поверьте. Время съедает огромный ключ. Сделали. Дальше. Здесь. Это называется медиальная. Вот это вот. Передняя часть. Это медиальная. Внутренняя. Ставим руку. Вот так вот. Видите. Это типа бабочки. Как мы нажимаем. Нажимаем весом. И потом переносим на пальцы. И вот так вот двигаемся. Это болезнь. Болезнь. Почему? Потому что вес все-таки. Килограмм 30-40 дали сейчас в верхней части. Борис Олегович. Дошли. Парцы просто переходят. Нет. Мы нажимаем. Нажимаем. Чем больше вы совершаете ненужных движений. Тем для нее больше пользы. Она в замешательстве. Цель ее. Все. Не просто связки растянуть. Мы работаем с паттернами. А не со связками. Связки. Это так для объяснения. Чего пришел? Связки у меня чуть-чуть не сдали. На самом деле. Понимаете. Связка проблема. Проблема в мышцах. Которые сжимаются. От того, что работает ум неправильно. Фиксирует все это дело. Мышная жалость. Связка. Что? В этом месте она укоротилась. В этом наоборот растянулась. И пошла вот эта вот кособокость и все болезни. Так. Дошли до подвздошной опять же области. Нам нужно перейти вот сюда. Это синфис. Это гребень. И вот так вот провести. Почему? Здесь крепление мышц идет. Здесь? Вот так. Мышцы. Мы просто провели и ушли назад. Назад. И тут же ножку-то освободили. Сделали, что мы устали. На самом деле мы просто отдыхаем. Нормально. Отработали. Мы подготовили. К основной работе. За бедрами суставов. Основная работа в этой позиции. Квастом вниз. Это четыре скручивания. Чего я говорю четыре? Потому что легко запомнить. Я не сказал. Много скручиваний. Мы начали думать, ой, там мы ждем двадцать. Четыре. Поэтому их легко пошагово сделать. Опять. Возвращаемся к изначальной скручивания. Ну, скручивания только уже без плеча. Просто руками. Подойдя чуть ближе. Делаем. Раз. Эйнс по-русски. Эйнс. Это уже будет по-французски. По-английски это эйнс, да? По-китайски. Вот так. Сделали, видите? Три направления. Все. Освободили, потянули. И после этого, что мы делаем? Все делается по диагонали. Если было движение, смотрите, сюда. То следующее движение пойдет вот сюда. Часто видите, вот сюда нога остается, куда угодно. Вы же понимаете. Запятую не там поставили. Башка и тело. Вот она, где нога должна стоять. Ваше бедро. Подошло к еду. Нога зафиксировала ее ногу. Рука здесь лежит. Вторая рука на плече. Вдох. Первый раз смотрим, насколько она вообще скрипит. Ну скрипит она сейчас не бывает. Поскрипывает. Значит, соответственно, мы не ломаем ее. Второй раз мы усиливаем. Смотрим, максималка получается. Вот ее максималка. Больше уже будет проблем. Незачем. Не надо ломать ее совершенно. Вам жена приготовит? Да. Вот сегодня ужин собирать, не ломайте ее. Пускай будет живой и невредимой. Третий раз максимально, что достигли. Во второй уровень с задержкой. И расслабились. Если проблемы со спиной имеются, его можно усложнить. Но сейчас не будем этим заниматься. Просто это вас скрипит. Все. Подержали. Мягенько. Вышли. Мягенько. Раз. Физиологично. Два. И спрашиваете. Живали. Нормально. 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 Знаете, соответствующее. Третье скручивание. Я нейтрально противоположное. Какое? Жесткое. Называется. Пятка идет к попе. Не у всех получается, а у мужчинки более. Ну, у вас получится. Смотрите, как мы делаем. И видите? Еще раз. Чтобы не было зажимов, каких-то проблем. Все четко продумано. Раз. Вот. Вы свободились. И три. Смотрите, я кладу ее себе на коленки. Ногу. Ну, есть гибкие девочки, мальчики. Есть менее гибкие. Не имеет значения. Смысл максимально вызвать напряжение, опять же, связки. В этот момент вы уже можете оказать дополнительное воздействие пальцами. Если это девушка. Мы просто идем по передней поверхности бедра. Ну, куда идем, туда идем. Не имеет значения. Утюжим. Если это мужчина, мы можем это делать лаптем. Или палочкой. Глашаю. Чему угодно. Тут карандашом. Только не грызите. Ну, красиво. Сделали, да? Долго не держим. В конце очень быстрое движение. Смотрите, какое. Ноги, раздвигая свои, не ее. Раз. Два. Три. Жива? Угу. Это быстро делали. Обычно люди, раздвигая ноги, а что дальше? Забыл. Нельзя забывать. Сделали. Расслабили. Расслабили. Да. Ты понимаешь, вот может с другой стороны сел. И папа был пизд. Да. Все же просто. Четвертое скручивание. Технически сложное. Физически тоже непростое. Вот. Что мы делаем? Мы диаметрально противоположную конструкцию. Вот теперь смотрите. Положили сверху над коленкой. Моя рука фиксирует. Здесь. Чтобы она не увидела. Вторая рука забрала пятку. Торды. Забрала пятку. Дальше. Опираясь на нее. Я же ленивый человек. Я мягонько встаю. Встаю. Но как встаю? Куда моя пошла коленка? Вот сюда. Потому что я уберу руку. И соответствие. Мягко чтобы не потерялась. И вот. Опаньки. Приподнялся. И вот что я делаю? Я делаю. Поднимаю. Поднимаю. До какого состояния? До вертикального. Поднял. Теперь что я делаю? Легким движением этой ноги. Скручивание еще происходит. Вы видели? И так и так. Вот так вот держим ее. Это жесткое скручивание. Не то что она очень болезненно. Очень физиологичное. Скрутили. Дальше надо немножко ее расслабить. Как мы это делаем? Мы меняем руку. Я ее держу без усилий. Теперь я поменял руку. Вот так вот. Называется взять на плечо. Все китайцы служат в армии. Особенно мужчины. И они всегда берут на плечо ружье вот так. Раз. И взяли. Рука здесь. Вторая здесь. Теперь что я делаю? Захватываю. И опять же у нас наружная поверхность бедра и задняя. Мы имеем возможность. Пройтись. Не торопясь. Здесь. И здесь. По боковой и по задней стороне. А всегда снизу вверх или ремень? Не имеет значения. Но в принципе как вам физиологически удобно. Здесь удобно вот так. Сделали, погладили. И после этого. Расслабили. Поняли, да? Так. Сделали. Значит. Это было половина тела. Но предположим, что мы сделали то же самое с другой. Половина тела, да? Что мы должны делать? Или башку мы раздевали. А вы с такой силой как? Ну, туда и завели ноги. Может, чуть-чуть покалечься. Ну, на всякий случай я предупреждаю. Шутки шутками, но здесь как бы надо настроиться. Один раз сделали. Один раз сделали. Сделали второй раз. Поняли. Да, да, да. И третий. Ну, хоть 133 прямо вот. Вот. Нормально. Что мы чувствуем? Сначала болезнь, потом расслабление, да? Другой. Вот. В обратную сторону. Поставили к себе. На. Где-нибудь. Так называемый. Попросили ручки. Она не должна ничего даже держать.